Локомотив Как и в прошлом матче, сыграют 80 штук и вверх. Показывает, что он здесь не при дела. Еще один бросок подставления. Неплохое подставление от Сэби Найнера. Шайба явно изменила свою траекторию. При гулярке и в плей-офф рекорды устанавливал. И такой результативности в МХК Локу вообще не было никогда. С клиничкой! И Йокерит открывает счет в этой встрече. И 1000 Осипов сделал неточную передачу как раз на Шелунова. Дальний бросок с клинички. И был действительно перед Паскуалем. 42 номер. Причем сначала Бьердинин отработал возле борта. Затем пошел на пятак. И судя по реакции, это действительно он. Он прокатился. И именно его нам сейчас демонстрируют. И вновь на льду вместе с Ивановым и Авериным. Выиграли выбрасывание Фины. Дальний бросок от защитника. И вновь шайба оказывается в воротах Паскуаля. И насколько я понимаю, снова было подправление. Второй раз в этом матче вынуждены капитулировать. И вот опять же сына выигранного вбрасывания в чужой зоне. Выиграл его, похоже, как раз Йенсен. Обороняется. Он не упас за лицевую. Шрёдер пытался здесь партнеров найти. И смещается слегка вперед. Короткая передача. И очень круто все делают Фины. Забивает Ханнес Бьорнинин. Это 3-0 благодаря голу в большинстве. Ну и в результате забрасывают третью. Хоккеисты Йокери. Это Шрёдер на Онил. Онил на Пьорни. На тот освободился от опеки своего соперника. И прошил Паскуаля. Тут, конечно, напрашивается вратарская замена. Были вопросы к Паскуалю, наверное, по второй шайбе. Даже несмотря на подправление. Но в целом здесь такая рокировка нужна прежде всего для того, чтобы встряхнуть команд. Возможно, у Буше они есть. И вот здесь Буше неплохо сыграл. И хитро пытался отправить шайбу от спины. Главное на нарушение не наиграть. Потому что упал перед ним Филипп Хорн. Не о чем сейчас думает Шолунов. Потому что результат во главе угла. И результат пока увы. Локомотива неутешительный. А вот здесь можно забивать Максиму Осипову. И успевать перевести целинбек. И даже здесь Шолунов подкатил к шайбе. И пытался бросить в дальний угол. Отскок был неплохой для Локомотива. И возможно сейчас эта атака даст эмоциональный импульс. Налет защитник Томи Кивистен. Полунин. Красковский забирает шайбу. Полунин. Какая передача. И уж слишком изящно пытался что сделать Полунин. И здорово играл на маллежном чемпионате мира в Хельсинге. Как раз, кстати, в Финляндии. Пытался сыграть шайбу. Но в итоге опрокинул своего соперника. Михаил Беляев. Хорошую скорость показывает. И Беляев едва не забил. Вот здесь добивание. И Георгий Иванов все-таки делает счет 1-3. Прекрасную скорость набрал. Пытался сначала забить сам. Но в итоге доставил шайбу до пятака. Она отскочила от цветков фактически. Ну а Беляев смотрим еще раз за его проходом. Он мог забить сам. Было два игрока перед Линбиком. И попробуют попади туда. Незащищенный створ. Но Иванов сумел это сделать. Но такая энергия то, что Локомотиву в том числе и сегодня нужно. Березкин неплохой перехват совершает. Какая передача Березкина. И можно завершать Кудрявцев. Шайба в сетке, но с внешней стороны. Какой же красавец здесь. Максим Березкин здесь правда сплаковал у него. Перехватил шайбу Марку Антила. Но Локомотив сумел. И второй неплохой момент. Фрид Бушен. Рафиков пока бросать не стал. Он бросает Полунин в дальний. Кстати бросает. И бросает здорово. Ноленбек вновь в игре. Не везет сегодня конечно Александру Полунину. Вот может быть теперь Рафиков сам бросает. Полунин хорошая передача. Можно завершать Риду Бушен. Как американец не забивает. Искренне непонятно. И здесь похоже попало в штангу. Да, это однозначно. Но подставил ли клюшку Кивистю. Вот это большой вопрос. Потому что возможно если бы он не сделал этого. Бушевой завил. А так контакт с его клюшкой. Шайба ушла выше. Попала в каркас. И уже потому что мог потерять шайбу. Но сохранил ее. Причем упал на колени. Но продолжил контролировать. Передача. Йенсен как все круто делают финны. Две передачи. Просто разорвали оборону Локомотива сейчас. И Никлас Йенсен. Но здесь первый же опасный момент у Йокерита. И такой мастер как Никлас Йенсен разумеется не прощает. О'Нил сделал пас на партнера. Тот выводит Йенсена на пустые ворота. Баранцев тоже никак помешать не мог. Ну и разумеется Никлас Йенсен благодарит своих товарищей за такие классные передачи. Выиграли вбрасывание хоккеиста Йокерита. Еще один бросок из клинички. Причем бросок-то в створ ворот. Довольно опасный в дальний угол. Паскваля эту шайбу отбивает. И Йокерит в итоге побеждает со счетом 4-1. И надо сказать побеждает вполне по делу. Забивали сегодня дважды Бьерниен. Дважды Йенсен. Два дубля уфинов. И на это у Локомотива сумел ответить только Георгий Иванов.